Всем привет! С вами Виктория Юшкевич, ваш личный психолог, и сегодня поговорим с вами про самооценку. И я сходу дам вам небольшой тест, который, собственно, даст вам понимание, является ли проблема самооценки вашей проблемой. Итак, ваша самооценка страдает, если вы меньше рискуете в социальной или карьерной области, если вам трудно встречаться с людьми, не знаю, там, проходить собеседование при приеме на работу, или, может быть, вы боитесь раскрываться перед другими, как-то проявлять себя, да, проявлять сексуальность, ну и вообще себя. Боитесь быть в центре внимания, не переносите критики, если вы боитесь просить о помощи, не знаете, чего вы хотите, часто испытываете тревогу и трудности в отношениях, если вы часто уходите в перфекционизм, а кто-то и в алкоголь, то вот сегодня я дам вам основные опоры, которые позволят вам держать свою самооценку на хорошем уровне. Стабильная и здоровая самооценка – это всегда очень ресурсное состояние, из которого мы буквально можем сворачивать горы. И первое, что вам может помочь, это, конечно же, психология. Ну, во-первых, вы можете обратиться за помощью к специалисту, и психотерапия, она всегда улучшает самооценку и вообще качество жизни. Кстати, к психологам обращаются люди с интеллектом выше среднего, то есть далеко не дураки. А многие сами идут в психологию и осваивают ее как профессию. Кому-то, да, я знаю, достаточно и таких вот роликов на ютюбе, но кто-то все-таки готов погрузиться глубже. И если среди вас есть такие, то позвольте вам, пожалуйста, порекомендовать Национальную академию дополнительного профессионального образования НАТПО, где вы можете освоить профессию психолога, или если вы уже имеете квалификацию психолога, то можете найти здесь для себя широкий спектр курсов повышения квалификации. Чем хороша академия? Что она готовит специалистов дистанционно, то есть обучение проходит 100% дистанционно. Можно обучаться онлайн в любом месте. В удобное вам время, даже со смартфона, главное, чтобы присутствовал доступ к сети интернет. Я, кстати, сейчас как раз на таком дополнительном обучении нахожусь в Испании и учусь. Очень удобно, очень современно. В июне у меня, кстати, экзамен. Я повышаю квалификацию и осваиваю новые техники терапии. Психология, я думаю, вы знаете, что это профессия, где постоянно нужно учиться, и очень здорово, что учиться стало можно дистанционно. Поэтому НАТПО я искренне рекомендую и уже практикующим психологам. Преподавательский состав Академии дополнительного профессионального образования насчитывает более 50 специалистов, из них 80% кандидаты и доктора наук, которые имеют колоссальный опыт практической работы. Здесь огромный выбор курсов обучения, от курсов переподготовки до повышения квалификации. Академия аккредитована и имеет лицензию Министерства образования, которая успешно проверяется на сайте Рособранадзора. Сайт НАТПО входит в топ-3 лучших образовательных сайтов Российской Федерации 2020 года. Ну и, конечно же, после обучения вам выдают диплом установленного государственного образца, который котируется на рынке труда. И вы не только освоите новую интересную профессию, повысите уровень своей жизни, навыки общения и отношений, но и получите работу, обучаясь удаленно. Обучение по разумным ценам, покупка, возможно, в рассрочку, в день заявки без участия банков и каких-либо процентов. Ознакомиться со всеми курсами переподготовки или курсами повышения квалификации в НАТПО вы сможете по ссылочке, которую я оставлю в описании под этим видео. Посмотрите, что будет интересно именно вам, да, и попробуйте. Почему бы и нет? Психология очень классная штука, и вы сами видите, насколько психологи с каждым днем становятся все более востребованы в нашем мире. Особенно, когда весь этот мир, кажется, сходит с ума. Поэтому буду рада, если кого-то эта информация заинтересует. Итак, ссылка на Национальную Академию Дополнительного Профессионального Образования НАТПО будет в описании. А вот по этому промокоду подписчики моего канала получат скидку 10% на курсы до конца июня. Торопитесь. А у меня следующий совет, который поможет вашей самооценке. Это откажитесь от халявы. Как там утверждал Энгельс, труд из обезьяны сделал человека, да? Я, конечно, не сторонник этой теории, и тем не менее невозможно отрицать тот факт, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. То есть самооценку из задницы. И как бы вы к работе не относились, однако энергия отпускается только на работу. Энергия – это и есть работа. Апатия – это когда у вас нет мотивации что-либо делать, нет желания работать. И смерть – это на самом деле полное прекращение работы ума и тела. Поэтому для начала все-таки надо полюбить состояние труда. И работать, конечно же, придется в каждом ресурсе. И чем хуже обстоят дела у человека с реальными ресурсами, тем больше требуется ему лжи для поддержания своей самооценки в самодовольном состоянии. Поэтому правило номер один. Для тех, кто хочет привести самооценку в норму, качайте ресурсы, то есть занимайтесь любой реальной деятельностью, где можно получить реальный результат. Особенно важные ресурсы для самооценки – это ваш имидж, экономика и работа. Вспоминайте колесо баланса. От каждого из этих ресурсов зависит ваша самооценка. Но в первую очередь наша уверенность в себе зависит именно от этих вот трех. Напоминаю, что имидж – это не только ваш внешний вид, но то, как вы умеете себя держать. Хороший имидж – это когда вы довольны собой и умеете нравиться окружающим. Умейте говорить, выступать, позировать, ну и, конечно, увлекать людей за собой. Экономика – это ваша способность зарабатывать деньги и общаться с ними, не транжиряя их, да, а приумножая. Ну а работа – это, конечно же, не ваша зарплата, как многие думают, а это ваша профессиональная реализация. Деньги – это частичный мотиватор, но далеко не единственный. И правильная мотивация в работе – это подъем по профессиональной лестнице, реализация амбиций, связанных с пользой, которую человек приносит как профессионал. И вот напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с этими ресурсами. Пишите в комментариях, как по десятибальной шкале можете оценить свои эти три ресурса – имидж, экономика и работу. Будет любопытно. А вот еще несколько правил хорошей самооценки. Итак, чтобы поднять самооценку, зачастую нужно проработать глубинное чувство стыда. Излишний стыд, он блокирует нашу проявленность в мире. Именно токсичный стыд заставляет нас прятаться от людей, да, поэтому нам бывает вот настолько страшно проявляться, показать себя, и что самое страшное – часто показать себя таким, какой ты есть. Именно это и не дает нам идти своим путем, своей дорогой. И вот именно отсюда низкая самооценка и этот вот вечно осуждающий внутренний голос, сравнивающий тебя с другими и вообще мешающий тебе жить и не позволяющий проявляться. Это вот он, этот внутренний критик, который постоянно там внутри тебе шепчет – сиди и не высовывайся, и для того, чтобы самооценка ваша не страдала, нужно убрать избыток этого стыда. И, кстати, на своем втором канале я уже снимала целых два видео о том, как убрать лишний стыд, который, как правило, вам кто-то заботливо сформировал в вашем детстве. Рекомендую посмотреть эти два видео. Ссылочки на них я также оставлю в описании. Обязательно посмотрите, там прям четкая схема, как избавиться от токсичного стыда, поэтому здесь повторять не буду. А у нас следующее правило хорошей самооценки – это скромность. Только не пугайтесь, я не про ту скромность, от которой вы, возможно, как раз наоборот хотели избавиться. Нет, я про ту скромность, когда вы отказываетесь выставлять все свои достоинства на показ. Это отсутствие стремления получать похвалы и славу. Не выставлять на показ не означает прятать, это уже перебор. Заметили – значит заметили. Похвалили – отлично. Пришла слава – это тоже хорошо. Но акцентировать на этом, добиваться этого и превращать это в главное не следует. И вот вести себя скромно на самом деле под силу только людям с довольно устойчивой самооценкой. Вот только они неплохо чувствуют себя даже тогда, когда их не замечают. Они скромные люди, они все время хотят слышать про то, какие они чудесные, и поэтому они постоянно добиваются этого, вместо того, чтобы заниматься реальными делами. И четвертое правило – смирение. Смирение – это приближение своего эго-идеала к «я реальному». Не завышайте требования к себе. Конечно, большие амбиции – это тоже неплохо, но только если у вас достаточно сил, чтобы не обломаться в своих притязаниях. Важно признавать не только свои достоинства, но и видеть свои ограничения, трезво оценивать себя. Потому что очень важно уметь ставить перед собой не сразу высокую цель, а уметь дробить ее на этапы. И в идеале важно иметь высокие амбиции, но при этом иметь и смирение, принимать то, что вы изменить не сможете, чтобы не тратить много энергии на стресс и не строить какие-то потом защитные иллюзии. Однако, если смирение достигается за счет фрустрации, то есть отказа от желаний и притязаний, то это не смирение, а это апатия и трусость. Не путайте эти вещи. Очень важно, чтобы ваша душа, она всегда горела и хотела, но при этом вы понимали, что не все зависит только от вас. Хотя от вас зависит многое. Во всем опирайтесь на себя. То, что выглядит как очень низкая женская самооценка, часто это зависимая самооценка. И чтобы ваша самооценка была независимой, важно самому быть эмоционально и материально независимым. Не стремитесь опираться ни на кого, тем более это касается женщин. Любые паразитические идеи, где вам кто-то что-то должен, только потому что вы женщина, надо отбросить и увидеть их разлагающую сущность. Вам должны только то, что вы можете доказать в суде. Остальное вам никто не должен. Влюбитесь в идею стать самой себе хозяйкой, влюбитесь и в идею работы над собой, идею кайфа от труда. То, что выглядит как очень низкая женственная самооценка, это самооценка зависимая. И если спросить женщину с низкой самооценкой, почему она кажется себе безобразной, она обязательно расскажет про какого-нибудь бывшего, который там ее критиковал. Но поймите, бывший критиковал, потому что просто не любит эту женщину. А она всю эту критику, она глотала сквозь слезы и причащала к этому самооценку, потому что ее самооценка зависела от этого равнодушного мужика. Понимаете проблему? Не в низкой самооценке дело, а в том, что у таких женщин вообще нет самооценки. Она отсутствует, она зависит от оценки мужчины. И с такой зависимой самооценкой, конечно же, она почти всегда будет низкой. Точнее, даже не так. Сначала она будет подниматься в небо, комплимент сказал, не знаю, там подмигнул, и вот она уже состряпала иллюзию какого-то там обожания, и что она, значит, ну, кого обожать могут? Да только принцесс каких-то. Но потом эта самооценка упадет на землю, потому что, ну, невозможно любить человека с зависимой самооценкой. Не за что. Его нет. Самоуважения отсутствует. Он просто тень. Как бы ни была красива женщина с зависимой самооценкой, ее будут любить только сначала, пока они узнают получше. Узнают чуть лучше, увидят ее зависимую самооценку и тут же начнут пятиться от нее. И тут женщина с зависимой самооценкой, конечно же, достанет тюбик клея и приклеит себя к мужчине. Не знаю, достанет щипсы, начнет тянуть корм для своей зависимой самооценки. Дай мне больше внимания, ты мне мало слов любви говоришь, мало комплиментов. А вот у Насти, а вот там у соседки Любы, Люси, у нее вот мужчина ее постоянно хвалит, а ты меня только обижаешь. И, конечно же, она опротивеет окончательно. Опротивеет так, что ей от досады и раздражения наговорят очень много разного. И что она старая, да, и что она глупая, и вообще некрасивая. И вот уже ее самооценка низко-низко. И женщина скажет, что виноват в этом, конечно же, абьюзер, а не то, что она приклеилась к тому, кому она просто не нужна. Зависимая самооценка – источник всех ваших проблем, женщины. Так как же сделать свою самооценку независимой, спросите вы меня? А очень просто. Так же, как вы делаете свою попу, плоскую, может быть, у кого-то, у кого-то, может быть, целлюлитную, красивой, упругой. Во-первых, вы перестаете жевать вкусняшки перед сном, да, и заедать стресс конфетами. Вы начинаете тренироваться в спортзале, два, вы делаете массаж, три, и пьете много воды. Это четыре. С самооценкой надо поступить примерно так же. Во-первых, надо перестать жрать комплименты, перестать искать удовольствие в чужом восхищении. Качать мышцы – это значит развить какие-то реальные навыки, в идеале профессиональные, но подойдут и спортивные, и бытовые, и родительские, и образовательные, и творческие. Вы должны заниматься делом. Делать что-то, и делать это хорошо. Сами должны видеть, что это хорошо. Не заглядывайте никому в рот, и не тяните оценки. Сами себя оценивайте. Но не переоценивайте. Избегайте, пожалуйста, иллюзий, как огня. Потому что лучше немного недооценить, чем переоценить. Массаж самооценки – это когда вы начинаете заниматься чем-то новым. Пробуете себя в необычных ролях, в каких-то новых ситуациях. Если вы занимаетесь только тем, что умеете, и вращаетесь только в кругу единомышленников, то ваша самооценка может быть зажата. Поэтому растягивайте ее. Также пить много чистой воды и дышать чистым воздухом – это обращаться к эталонам, к классике, а не ориентироваться на популярные тренды. Читайте, смотрите и слушайте классику. Это помогает освободить себя от шлаков, от токсинов, которые наседают в процессе потребления современной хаотичной информации. А вот классика – это то, что отфильтровано, систематизировано и отработано годами и веками. Это лучшее. И хотя надо идти в ногу со временем, неплохо все-таки возвращаться своими рецепторами в какое-то чистое восприятие. Согласны? Но основное – это все-таки не кушать лишнего и качать ресурсы. Это вот и позволит сделать самооценку такой сильной, что она будет независимой. Над самооценкой бесполезно работать, пока у вас нет никаких внутренних ресурсов. Надеюсь, что с этим понятно. Надеюсь, что мои советы вам пригодятся, и вы увидите в них практическую пользу. И если это видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайки. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Пока-пока!